Нам нужно во что бы то ни стало побеждать, соответственно, чтобы здесь сравнять счет в этой серии и держаться там же где-то в верхней части турнира таблицы. Мы с вами наблюдаем за драфтом, секреты теперь берут шадоу демона себе, забирают еще и пик лайфстилеров, ну и хомы, конечно же, забирают экипера Узлайта и Кунку. Ничего не меняется, те же самые обузные стратегии, через шадоу демона это будут иллюзии, через Кунку это будет крест, ну, так играют команды, ничего с этим не поделать. В бан отправляются у нас те герои, которые были весьма успешными во вчерашнем игровом дне, особенно, конечно, и хом знают, что секреты выиграли три из четырех карт, используя Виспа и Хускара, поэтому первые два бана это Виспа и Хускара, соответственно. Но этим секреты помнят, что наггу использовали и хомы, использовали хорошо Мирану, этих двух героев убирают. Одного героя разве что только не забанили, которого забанили в первой карте, это была Ндайнка, напомню, и и хомы в двух картах из четырех, по-моему, на Ндайнке выиграли. Вот, поэтому вполне этот персонаж может появиться. Ну, во второй стадии расправляются с таким персонажем на Калхимик, еще парочку банов нужно будет сделать. Параллельно тем временем хочется сказать о том, что несколько матчей уже завершились, на первом канале в том числе тоже, там, по-моему, была очень быстрая карточка по 20 минут. Вот, поэтому где-то, в общем-то, уже игры этой серии прекратились, где-то будут начинаться новые, где-то еще продолжаются текущие противостояния. Так что будьте в курсе, дорогие друзья, везде трансляции идут, и на Twitch, и на YouTube у нас есть стримы, и на dota2.com, slash live, по-моему, international slash live есть. Можете там глянуть все трансляции, все результаты. И во всех соцсетях, конечно же, везде вы можете найти ссылки на актуальные официальные трансляции. И вместе с нами как раз-таки погружаться в этот прекрасный мир за International. Я вот сейчас вот смотрю на пики, которые сделаны в матче DC против Vichy Gaming Air, и я просто перечисляю героев. Ну, вот, понятно, вот это хорошо, с рейнджовиками он заходит нормально, но потом вздумайтесь в этих героев. Винга, супер аура, в лете полезно. Огар, маг, бафает всех, работает, ну ура. Дро рейнджер, ауру бафает, отлично, и все это в Медузу. Вот эти вот ауры закидывают, и этот International, походу, будет, наверное, одним из самых таких зрелищных International с точки зрения лейтгейма. Ну, этот пик как раз-таки принадлежит Vichy Gaming Reborn. Сейчас они играют в матче против DC. DC первую карту в VGR проиграли. Вообще, для VGR это вообще первая победа на этом за International. Они вчера закончили свой день с счетом 0-4, так что первая карта для них победная оказалась сейчас. Ну, Resolution там пожелаем удачи. Мы как раз-таки следующий матч будем смотреть непосредственно с Resolium, с его компанией. Будут играть они против жестких ньюби. Так что у них сегодня довольно тяжелый день. Смотрите Resolution на каком канале, да, стрим? На четвертом, по-моему. На четвертом нашей трансляции. Можете смотреть DC против VGR. Итак, у нас здесь отправляют небытие антимага, минус Таблар Ассасин. Ну, что Попея нужно будет сделать еще один бан. И очень надеемся на разнообразие в булах обеих команд. Ну, скорее всего, это будет опять же абуз через шату демона какой-то. Вот сейчас здесь такой довольно-таки тонкий момент, потому что обычный шаду демон заходит хорошо с теми героями, которые имеют жесткие иллюзии. И, как правило, это Морфлинг, Турблейд, Луна и что-то похожее. Ну, или любой гильщик с оранжевой атакой. Смотрится замечательно. Здесь же мы видим первый герой, который заходит под иллюзией, это Лайстиллер. И Лайстиллер это далеко не тот персонаж, который сочетается на ура. Поэтому сейчас Team Secret, они немножечко удивляют нас своими драфтами. И зачем же Лайстиллер нужен? Ну, первое, он сбрасывает с себя Монолик Котла. Это уже нормально. Второе, он сбрасывает с себя Блайнд, тем же Рейджем. Так что можно зажечь. Ну, и третье, это против Кунки, против Креста. Наверное, вообще святое оружие. Против того же корабля нажимаешь Рейдж и идешь бить. Пока секреты отталкиваются от того, какой героев, в общем-то, заходит хорошо, ну, почти в любые ситуации. Ну, отталкиваются они от пика противника, я бы так же так сказал. Больше не упираясь в свою стратегию, не делая упор на Шаду Демона и его иллюзии. Посмотрели, увидели Кипера Злайта, увидели Кунку, решили Ага. Куча всего неприятного. Рейдж спасает, БКБ спасает, поэтому берем Лайстиллер и будем чувствовать себя хорошо. Минус тем временем Фейслос Войт. Ну, и вот сейчас начнет свой драфт Ланне. Нужен кто-то, кто закрывает Лайстиллера. Тот, кто способен вырубить его в один на один. Может быть, какая-то Урса, может быть, потенциально Травл Блэд. Что-нибудь такое, что имеет большое количество армора. Или вариант номер два, то, что способно его стереть за маленькое количество времени. Ну, мы знаем, что все еще Лайстиллер. Это у нас милишный кор-герой и рейнджевики с иллюзиями постоянно могут его катить. Отличное решение. Это Рейзер против Лайстиллера. Да, он тоже хорош. Кидаешь, кстати, клинк, высасываешь весь дэмэдж, Лайстиллер ничего не может. Причем такая двойная комбинация. С одной стороны, ты кидаешь крест на свою цель, жертву, начинаешь ее убивать. Если она от тебя убегает, ты возвращаешь в драке. И смотрится довольно-таки классно. И вслед за этим с Моноликом Котла тоже замечательно стакается. Потому что если Лайстиллер побежит, а на нем минус мана, то после этого он будет бесполезен. Так что Разор, сильный пик, очень сильный. Где-то я вспоминаю, где же у нас был Рейзер. По-моему, вчера опять DC же брали, да? Резолюши на Рейзере катал было дело. Ну, он там зашел так себе из-за того, что станов было очень и очень мало. Там была игра, где если они убивают одного героя за лассо, а потом они просто бегают и никого не могут догнать. Там 500 МС почти всех героев. Там был Баунти Хантер и так далее. Треки раскидывал, было тяжело. Ну, здесь несколько иная ситуация. Здесь хотя бы есть Кунг, который может цеплять с огромнейшей дистанцией и возвращать противника как раз-таки в руки Разора. Ну, вот на будущее довольно-таки хорошо смотрятся такие герои, как Фантом Ассасинга, который умеет прыгать, всякие там виверы, потом кто у нас еще, морфлинги. Это если что. Но такое ощущение, что секрет какой-то есть, ну, по-любому какой-то есть план, потому что они забирают Дис Профит. Герой против Разора, кстати, смотрится хорошо, так как неважно, сколько демоджа ты у него высосал, в любом случае духи будут бить, сифончики работать и Дис Профит. Это первая карта, которая показывает то, что Team Secret, по-моему, вообще собрались пушить. А вот и Никс, который заезжает у нас против Пика Team Secret. Хороший персонаж. Будет начать здесь выискивать какие-то персонажи одиноко загулявших, будут делать какие-то соло-фраги. Очень удобно. Плюс ко всему, конечно же, Моноберн, который у них теряет актуальность в начальной стадии и к лейт-гейму, и к лейт-гейму в том числе тоже. Я не большой фунт от Никса вот именно в такой ситуации, но будем считать, что у Юхомов просто хороший задел на лейт. Как минимум, лишний станчик под Разора, он всегда будет актуален. Конечно, больше дизейбл ты можешь. А учитывая то, что у Никса их два, это и Карапаси, и стан, то получается так, что Лайссилер, он может, ну или тот же Дроу Рейнджер, может попросту пострадать и Разора высосит весь дэмэдж. Однако, вот Дроу Рейнджер этим пиком, это прям совсем нагло. Это получается у нас три Core-героя, это и Death Prophet, и Дроу Рейнджер, и тот же Лайссилер, причем не один из этих героев не инициируют, и при этом все любят бить. И я на месте Юхомов был бы развить какого-то морфа и просто заспит пушить их в мясо, а потом пойти и добить. Жадины, огромные жадины. Ну да, упор сделали на лейт, ну посмотрим, как у них получится. Опять же, это обуз будет через Shadow Demon, все же как таковой, и ввиду того, что будет Дроу Рейнджер, будет огромное количество иллюзий, они будут идти вперед, с ними нужно будет как-то расправляться, против иллюзий конкретно здесь мало что есть, хотя казалось бы, там Тайд Брингер какой-то у Кунки и так далее, у Ешек хватает. Ну посмотрим, посмотрим, как оно в итоге получится. За жадный, за наглый, за дерзость, наглазовать противника можно. Никс один из всех персонажей, который спокойно этим занимается. Плюс есть Коттл, абсолютно нежадный герой. И Кунка, который Роу Мишин, тоже к этой роли абсолютно хорошо подходит. Ну вот даже несмотря на то, что есть Коттл, который, казалось бы, может отпушить своим иллюминейтом, но испугались Ехом и Пуша, видимо боятся, что какая-то Дроу Рейнджер, да еще и по Дес Профит могут пойти и игру быстренько закончить, поэтому этого члена мы будем убирать, а вот на месте Тим Секрет нужно убирать Кэрри, который убивает и Дроу Рейнджер, и Дес Профит, и Ластилера. Вот даже несмотря на то, что Shadow Demon есть в игре, я все-таки думаю, что Морфлинг здесь прям ставит шах и ма для Секрет. Ну, Сларк тоже, он похожий. Сларк похожий персонаж. Ну, что Сларком прыгает, он мобильный, он носит много дэмэджа, и его тяжело поймать, и с Морфом то же самое происходит. Если в прошлой игре Морфа было чем ловить, там и Кунг активно работал, и Миран со своей стрелой, да и другие герои активно помогали, то здесь уже у Секрет, вот посчитай, сколько у них станов. Станов у них очень много. Ноль. Есть замедление кучи, вот у них что есть. Да, но противозамедление... Еще ничего. С альтернативой чем? Это все-таки будет пуш. Это будет дикая агрессия, да, дичайшая. Это будет дикий пуш с огромным количеством урона от Precision Aura и Draw Ranger. Ранжевички будут стоять и бить, будет еще Сумона от Enchantress, Death Prophet с экзорцизмом, все это пойдет вперед. На Товарай нужно придумать и Хому какой-то план, как этого либо избежать, либо этому противостоять. И осталось не так много времени на выбор последнего персонажа. Ланэм, давай нас радуй своим дратом. Кстати, мне теперь Морф не нравится, потому что Репликейт сможет Enchantress переманить. Если ты сделаешь из Морфлинга иллюзии, она опять же сможет переманить, так что у Юхомов тяжелая ситуация, не завидует. Да запушат этого Морфа, не дадут ему быть. Не, они, да, ну понятно, что они могут его запушить, хотя на мой взгляд тут Кунка, Разор и Котел, они скорее всего отобьются, но я к тому, что теперь даже Морф не смотрится грозно, поскольку Репликейт переманивается, и те же Кэрри на Манта Стайл... Медленный, медленный герой тут Морфлинг, ему там на 17-й покупается Блинкенсферу, пока купят остальные артефакты, и у него же Тир-3 погорит. Timber Soul. Да, и вот решили прям ответ, ответочку дать. А, сейчас, сейчас, на Тимберсок, кстати говоря. Больше нюков. Интересно, интересно, интересно. Посмотрим. Очень интересный пик от Ихоу. Мы уже в той карте убедились в том, что они могут набрать просто невероятных каких-то персонажей, которые, казалось бы, друг с другом не особо сильно сочетаются, но потом это все оказывается, что работает, работает очень эффективно, и карты они выигрывают. Ихоу как раз-таки от тех ребят, которые тоже претендуют на то, чтобы иметь самый широкий пул персонажей. Вот в вчерашний день они брали примерно одинаковых героев, а вот сегодня радуют. Сегодня у них разнообразие. Тимберы, Никсы, Рейзеры, котлы заезжают. Хорошо. Молодцы, ребята. Готовы к Интернешнлу, это точно. И Хоумы сейчас явно фавориты, хотя бы в рамках своей группы. Это у них не отнять. Ну что, ребята разбирают себе своих героев. Напомню, дорогие друзья, что это лишь только третья серия подходит к концу. Ровно половину матчей мы сегодня на трансляции отработали. У нас будет еще целая половина впереди, то есть еще пять карт, включая вот эту, которую мы с вами наблюдаем. Напомню также, что следующими матчами у нас будут Ньюби против DC, и потом Ньюби против и Хоум. Так что игры будут невероятно крутые здесь на третьей трансляции. Ну что, дорогие друзья, давайте знакомиться с персонажами, с игроками, и кто куда будет идти. Итак, ACSI взял себе Тимберсоу. Это что касается и Хоум. Олд Ланэм исполнит нас на кунке. Здесь Фенриер на саппорт котле. Олд Чикен взял себе Рейзера. Ну и наверху уже там Элевен расставляет варды на Никсе. И Team Secret, где Попе играет за Enchantress Eternal Envy. Привычный ему Death Profit, Pile I Die, Support Shadow Demon, Arteezy Draw Ranger. И Бульба каким-то образом... Невероятный пик идет в хард на Лайфстилере. Посмотрим, сколько Бульба будет хорош на оффлейне. Вообще, конечно, ну а что делать? Вот набрали они таких трех гор-героев. Кто тоже должен идти на оффлейн? Ну вот таких лайфстилеров я в последний раз видел, даже не помню где, и делали они следующие. Они просто фармили вот эту точку. Потом периодически выходили на линию, получали X-Fu, там было тяжело добить крипов. Покупали себе Радианс, садились крипа и бегали в крипе Радиансили. Ну таких, да, я вспоминаю, это вот герой четвертой позиции, там слэш-треть, иногда тоже с оффлейн, они такими вещами занимаются. Ну посмотрим, принесет ли это какой-то успех. Давненько я не видел лайфстилеров, которые занимаются тем, что покупают себе Радианс и бегают в Enchant. Фишка в том, что если прикинуть, вот если подумать, то физы, то у юхомов не так много, побежит на тебя крип, и тимбер не делает ничего. Ну кунке тяжело что-то сделать, пока он не оденется. Разор, он тоже такой себе убивак этих крипов, поэтому это может сработать. Звучит как хорошая идея. Как бы это совершенно не звучало, это реально может сработать в этой игре. Действительно звучит как хорошая идея. Но посмотрим, получится ли не получится. Опять же, здесь сперва нужно оффлейн отстоять пульпе. Он играет без айрон талона, и на линии, где стоит против него тимберсо, будет очень сложно. То есть в лес уже не уйдешь фактически. Ну уйти-то можно всегда с пассивкой, но не так профит нам будет. Ну вот видим, что бульба вот таким вот образом, смотрите, чем он занимается, бульба выходит, крипов на себя агрит. Да, вот таким вот образом он будет играть в доту. Ну то есть не важно, сколько крипов-то фармит себе тимберсо, важно, чтобы бульба своих крипов, чужих точнее крипов, привел под тавр и их там зафармил. Ну такой вот интересный план. Что же касается их ом, на топе здесь будет три пла, а, и ни в коем случае не хотят они давать фармить Артизии. Это вполне себе понятно. Если Артизия будет стоять на фрифарме, у него будет очень быстрый левел хороший, и будет у него пресиженаура промакшена, соответственно, будет тяжело на других линиях ребятам из их ом. Поэтому сейчас давим Артизии, не даем фармить, не даем получать экспу, и в общем-то стараемся каким-то образом помешать. Две сентри поставили секрет, лишь бы убедиться в том, что нету апсов у их ом. В итоге апсов у их ом не находится. Там и сами их ом, это лучше, чем просто апсы. Да-да-да, и поэтому инчаатор сейчас берет двух крипов, идет наверх и делает даблкил. Вот прямо сейчас, смотри. Давай наблюдаем. Даблкил прогноз такой, интересно. Ну ладно, один килл она точно может сделать. А где, в миде или на топе? Ну я бы наверх пошел. Там потоньше герои, и они находятся вот так вот прям удобненько. Она котла забирает в одиночку. Правда, что эту демон пугает, он слишком смелый, он как бы стоял в пассивной позиции, и не выходил. Теперь он такой выходит, и такой говорит, ну давайте, убейте меня, и энчантрас не может подойти, потому что кунка наготовила Ланэм в замечательной позиции. Да. Вообще на месте Пупея, я не знаю, о чем. Ланэм все еще не видит. Пупея только-только выходит, и хоть кого-то сцепить нужно, Сатир, Торрент. Нет, не вышло. Вот он, конечно, сеточка, но... По-хорошему, по-хорошему, можно просто идти вот здесь вот нужно. Идти вот так вот. Да, можно было заспать. Да, и выходить спину, так чтобы ты отрезал уже пути к оступлению. Тогда наверняка фраг бы он сделал. Но пока грамотно держится Ихом, не подставляется под такие вылазки от Пупея. Пупея пытается играть такую старую добрый энчантрас, а-ля арт стайл, а-ля еще кто-либо, кто выходит с первых же минут под смоками и просто идет гангать и убивать. Мы видим, первая вылазка получилась неуспешной. Надо немножко побить крипов все-таки в лесу. Что в миде? В миде противостояния Никса и Дес Профит. Ну вот так вот, моноберные решают все проблемы, говорит Элевен. Есть Борман Шилд, есть Квилинг Блейд, то есть крипов по идее добивать должен. Добил уже 15 чужих, 6 своих. В то время как у Дес Профит только 5-0. Посмотрите, как Олд Элевен доминирует здесь над Энди. Просто поглощает всех крипов, которых видит. Да, неприятная ситуация. Что снизу? Снизу Тимберсоу, 11 на 3. Бульба уже тратит Хилинг Селф, осталось 6 танго, 10 на 2. Пока Бульба еще держится, Бульба справляется, крипов старается добивать. Но по-прежнему тяжело, по-прежнему неприятно. Тимбер против милишников, особенно против Стрэнджевиков, он весьма хороший. Тем более с помощью Порман Шилда он переживает любой демаж от Пульба. Ну, конечно, самая интересная линия у нас безусловно на топе. Там будем, конечно же, наблюдать за тем, как Артизи страдает. Ну, должен по идее страдать. И как затем перемещается Пупей. Но Артизи пока хорошо стоит. Он даже несмотря на то, что они как бы 2 в 3, тут буквально только одну вылазку сделал Пупей. За счет пуллов, которые делает Палайда, он крепочка добивает подвышкой. У него 12 на 7. В то время как у того же Рейзера сложный 5 на 7. Как бы он его, по-моему, перестоял по итогу. Да, он его просто делает. Пора заканчивать с этим. Вот сейчас, да, подцепили Артизи. Кстати, клинк пошел. Нужна помощь. Коттл задул. Нет, точно. Ну, вот, конечно, в плане атаки, в плане инициации, ну, Коттл так себе помощник. То есть он даст, конечно, иллюминейт. Если попадет, здорово. Но, по большому счету, не стану ни замедления покатать не может. Ну да, то есть, будь вот вместо Коттла какой-то любой другой герой, там, например, Винга, Огора, Мак, любой вообще персонаж со Станом, даже Рубик, который, ну, просто Телекинез поднимает, было бы, наверное, получше, потому что тогда хотя бы Разор мог бы дэмэдж высосать и побить. Но сейчас вся линия загибает за счет того, что просто Дронжер убегает на ноге, и ее никак не остановить. Мне нравится, как Артизи действует. Он понимает и чувствует, что где-то иллюминейт задувается, и он, как Нео в Матрице, просто вворачивается одного иллюмина, и тот со второго, и прям особо-то сильно не страдает. Ну, есть Magic Wand у него, есть, видимо, танк, вообще, пока держится. Пока все неплохо. Четвертый уровень, вторая Precision Aura. Да, не сказать, что прям загнобили Артизи. Действительно, не так его не загнобили. Он здесь крипов забирает. Это, конечно, не Free Farm, но, тем не менее, это какой-никакой, но фарм. Получение XP. Так что, думаю, Артизи должен быть доволен. Возвращаемся на нижнюю линию. Там Ice 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 21 на 6. Он старается не подпускать к себе бульбы, и начинает бульбы немного проседать по крип-стату. Это так вполне, в принципе, должно быть. Ice Ice должен чувствовать себя прям очень хорошо. Он может прям по Тир-3 вышку забегать, точнее, по Тир-1 вышку забегать. У него там сейчас 23 хп регена в секунду, 22 или 23 армора, и этого ластера продолжать убивать. То есть цель, как бы, не та, чтобы ты угол ластера, но задача просто мешать ему давать крипов за счет первой, когда режешь ему статы, и напрягать. Потому что под вышкой добивать ластера будет много сложнее. Ну вот, бульбой играет через Peeling Blade, поэтому есть определенные бонусы по убийству крипов. Ну, выйдет, может быть, Варенталон пойдет в лес. С другой стороны, лес ведь тоже занят. Правда, конечно, можно разделить. То есть Пупей займет полностью свои леса. Вот есть еще пару точек, которые можно зафармить на ластерлер. В лес не сможет уйти, потому что если он просто идет в лес, Тиммер с четвертой пассивкой заходит за вышку, и вышка падает там минуты. Ну а что поделать? Зато ластерлер будет фармить. Вон так фармит неплохо. Ну, как бы, не так же, как и Тиммер, потому что Тиммера 29, а у него 22, но, я думаю, для Харды, для Лайфстилера, который стоит 1 на 1, это нормально. Ну да, это неплохо. Что в Миде? В Миде у нас 32 на 11 уникса, здесь Этернал Эндли, прожимает уже экзорцизм, за спину заходит у нас все время Менчантрис, попытка зацепить Элевена. Стант Кентавра от Голема, что дальше? Дальше Спирит Сайфон, Элевен есть вендетта, в которой он благополучно уходит, нет просветки, и поэтому убить здесь Элевена не получится. Можечку забрать. Немного похорасить может, я думаю, вряд ли забрать. Есть Глиф, контролится руна, здесь Бульба оставляет для Элевена, спасибо, говорит Элевен, Бульба отлично подстраховал мне руну, все классно сделал, Элевен спаунти, отлично, Ботли, так и должно быть. Ну да, Таврдис, конечно же, запущать не удалось. Ну, то есть, снесли там, ну сколько, 263 здоровья, не страшно, абсолютный экзорцизм скоро закончится. Ник забрал Аркан руну, пошел вражеский лес, видимо, предполагают, что Пупей будет находиться именно там, но Пупей у нас имеет 620 хп, и по идее Никс его не забирает вообще никак. Ну, просто разведывает. Посмотрел, посмотрел, находится Пупей далеко, выходит на центр. Деспрофит с тем же Кунг и Котлом можно было бы забрать, потому что она сейчас не ожидает Никса, думает, что возможно он на базу ушел. Пытаться выйти аккуратно, но тоже Федрир начинает сдавать Эллюминейт, Энди не так больно. Ну, как-то у Тейхомов не получилось проявить агрессию, да, то есть он бегает Котл Кунг, а по факту-то 0 инициации, 0 килов, вообще ничего. Алчекин на сложной лиге 25 на 14, у Дроу Рейнджер 22 на 12, то есть здесь доминации тоже не было никакой. Дровка хорошо крипов добивает. Скоро всем появится уже Маркманшип. 0-0, восьмая минута встречи. Если я не ошибаюсь, рекорд на данный момент на групповой стадии за Интернешнл 11 минут без Феросблада. мы вполне себе можем и рекорд побить. Может быть, Пупей, так, опасно. У нас идет. Как думаешь, может быть, просто там Пупей в компендиуме, у него там уже 2000 на этот левел, Баттл Бас. Может быть, у него... Да? Да, ну да. Ничего себе. Да, может быть, он просто поставил, вот как, знаешь, это самое... самое позднее ФБ решил следовать. Самые долгие игры у Тим Секрет, самое позднее ФБ, он набирает себе Баттл Пойнт, я понял. Ну, окей, я тебя понял. Пупейч. Не, на самом деле, конечно, с таким-то пиком это не мудрено, что у нас нет фрагов. Ну, просто, а кому здесь убивать? Ну, не Котл с Кункой же будут киллой делать. Ну, Инчатрас, например. Инчатрас могла бы, но тут и Хома хорошо отыграли. Я вот надеялся на Никса. Я все еще на него надеюсь, что он нам даст парочку фрагов. Но вот он бегает, бегает и никого убить не может. Ну, когда ему это сделать? Теперь можно Никсу бегать по ганговать, у него седьмой уровень есть, а Хунку оставить на миде, чтобы он получил хотя бы шестой. Может быть, скачал бы крест там на единичку, на седьмом, и после этого пошел бы помогать и делать те же фраги. Вот Элевену нечего делать на топе, потому что он уже видел, точнее, знают уже секреты, что там бегает Никс, Сентрик был поставлен, поэтому никак. Можно перетянуться вниз или на мид, например. Там больше шансов сделать килл. Ну, с другой стороны, пока он здесь находится, целый Мартизи может пострадать. Слушайте, вот так вот подкопали и в наглую по тавер лез на Артизи. Возможно, это будет фердмат. Артизи старается жить. Зачет Мэджик Вонда. Да, уходит в кусты. И будет он жить. Здесь топе. Пупей на развороте Замедлил Чикина. Приходит также еще и Бульбопом Ваунт. Чикин Топаут. Ну, так не работает. И вот такие минус делают секреты. Вот так вот фердмат на девятой минуте приключился. Ну, казалось бы, простейшая ситуация. Мы заходим, убиваем Троу Рейнджер. Но нет. Сейф ТПшки. Артизи еще оказался довольно плотным. Ну, как вариант, могли просто пойти до конца. Скорее всего, Разор почти в любом случае погибал. Но с другой стороны, он хотя бы сделал бы фердмат. Как-то так. Так, Энвин заспали, заходит. Очередная вендетта. Спалил. Вот сейчас нужно ТПшки просто убивать Энви. Просто убивать Энви за то, что он вот сюда забрел. Не знаю, чем хотел заниматься. Чакрам получает или минэйт минус. Энви, Энви. Энви продолжает радовать, в кавычках, своих фанатов. Он просто хочет, ты понимаешь, он просто хочет, как мы недавно говорили с некоторыми ребятами, что... Ладно, с нами мы говорили, скажем так, что вообще можно... две игры в группе проиграть, не выиграть ни одной, а потом по лазерам, как старые добрые, идти до гранд-финала. Это из разряда тоже хороший фан, но нет. Да, вот единственное, Best of One, конечно... Вот смущает. Как будто второго раунда бы начать с Best of Three, там еще можно какие-то оставить стратегии, не палить страты, вот это вот самое, какие-то драфты приготовить. Но вот на Best of One это ведь такая... такая ерунда, это Best of One, на самом деле. Вот Эскейпом уже точно придется Best of One на себе прочувствовать. И я думаю, что Синдерон уже придумывает план, как пройти. Ну не знаю, в их случае, по-моему, все равно, что Best of One, что Best of Three, их как раз сила в том, что они могут удивить своими пиками. Энви пошел опять один. Ну это везде. Элэванты, между прочим, с дабл-дэмэджем. Энви находит, подкапывает, ударяет Монобёрднинг, 70% здоровья небывало. Энви... создает спейс для своего коллектива. Там Алчикен, терением страдает, но дэмэджа не хватит его пробить. Скорее всего, Гастом откидываются. Элэвант стоит на дистанции, отстреливается Артизи. Отличный подкоп по двоим. Отлично отыгрывает Дисникс и приходится от Имперсоу. Можно сделать минус 3. Отлично сыграли и Хоумы. Просто превосходно. Плазмафилд еще коснулся Лайфстиллер. Лоу-ХПшные Хоумы, но они живые. Чего не скажешь про Team Secret. Снова и Хоум. Ну казалось бы, хорошая ситуация. Гастом откинулся. Настреливаешь на Дроурейнджер. Демод же куча. Но у тебя мертвая Death Profit, которая побежала одна далеко без стана, без дизейбла и конец. А у тебя просто Эндвик. Нет, ну я понимаю, да, я к тому, что, ну вообще Death Profit немножко по-другому любят играть. Например, вот есть вышечка, пошел, врубил ультимейт и начал эту вышечку бить. Потом другая вышечка пошел, эту вышечку тоже начал бить. У тебя еще Аура Дроурейнджер есть и вы будете бить посильнее. Да нет. Против Ницасасина. То, что он же убийца, это же Эндвик. Он же хочет убивать людей. Он идет, он Death Profit и бьет. Натарин убивал людей. Наслардарь убивал людей, Death Profit убивает людей. Он, ну, преврожденный просто осадил. А ты говорил там по ГПМу, якобы он Пупе обогнал, нет, он не обогнал Пупе. Я считаю, что Пупея 60 минут покупал варды и бегал их ставил, нет. Ну да. может повторить успех Своенви, он уже начал этим заниматься. Шутки шутками, на самом деле Эндвик закидывает в самом прямом смысле этого слова. Он играет пока очень неаккуратно. Так нельзя. 13-ая минута встречи, преимущество уже 4000 уехов. И бегает Никс. Вот он, Элевен, на который я делал свою ставку. Элевен должен тут вот так вот развлекать. Бульбу видно. Бульбу видно. Дора и Джас, можешь ли ты его подкопать? Можно попасть, можно на дровку пойти. Приятная цель. Айсайз готов рваться в случае чего. Правда, запас МП у него, конечно. Дровка просто послащивает у него 700 хп. Да, это два бэнда как раз таки. Упор делает на Dragonlance. Но как лаба нет. Это маловато. По центре пробежался Элевен, сцепить его здесь не удалось. Разведал территорию, ну и тем самым вы знаете, дал информацию о том, что секреты снизу в пятером. А это значит что? Значит что Ланэ может спокойно находиться на топе, пушить линию, ломать Тир-2. Что в миде может Алл Чикен бить крипов? Обратите внимание на его айтем билд. Давно я такого не видел. Думаю, что ж так Алл Чикен быстро умирает от Draw Ranger. А у него же травола и ни черта больше. Просто даже щитка никакого нет. И без ульты. О, Боже мой. Ну там, может мы и не ждем. Мне Пупей нравится. Посмотрел он такое дело, что происходит. Посмотрел он на свою девочку и понял, что пуш отменяется, ребят, все, выходим. Ваганим и бьем людей сами. Выходим в лейт. А что еще делать? Ну есть у меня один вариант, но он не для прямого эфира. 14 минута встречи. 4 из 5 топовых Титворцев принадлежат и Хоум. Топ-3 они занимают точно. И снова в Элевен. Снова в Элевен в поисках загулявшего. Вот персонажа Тим Сигрет. Ну вот он, вот он лайстилер. В первый раз его не получилось забрать. Может, второй раз получится. Охраняет он свой Тир-2. Может зайти как-то постараться за спину. Желательно, конечно, начинать с подкопа. Чтобы не было возможности поражать рейдж, бульбой, потом окинуться всей толпой. Элевен стоит, пока Тавр его не видит. Подкоп, но не точный подкоп. План-то был хороший, но вот исполнение странного. Ну и килл сделать не получилось. Ну и снова, просто обратите внимание на миникарту, дорогие друзья. Проглядите за тем, как расположены персонажи Ихоум. Они формят все. Они формят три линии и у них все замечательно, в то время, как Сикреты несколько подзажались. Но, с другой стороны, есть стаки. Вот эти стаки для Артизи, конечно, это то, что нужно. Вот расстреливать с хайграунда. Контроля на этом у Ихоум нет. Вардов здесь не стоит. Ну и как-то пропалить эту территорию не получится. Энви пошел убить. Энви опять на острее атаке, Энви. Энви сейчас победит. Еще немного Энви победит. В этот раз идут помогать ему. Да? Я б не стал. Айс, айс, айс. Догонит ли Энви? Торрент очередной. Корабль, Энви, ну, Энви почти победил. Лучше было не помогать. Энви Ассасин. Ну, неплохо. Ну, вот он, он не может стоять на месте. Ну, это скучно, бить крипов. Очень скучно. Я его прекрасно понимаю. Статую, хочется убивать людей. Что такое, говорит, один фраг для Team Secret на 16-й минуте. Так не работай. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Не знаю, по-хорошему, если бы он играл за Никса, вот, думал бы, круто. Вот он играет за Death Profit. Не, я понимаю, вот будь он Никсом, вот с тем, что он сделал в этой игре на Death Profit, вот будь он Никсом, он бы все делал идеально. Он бы бегал в рожеском лесу, развлекал людей, возможно бы убивал, возможно бы развлекал, стягивал на себя, выиграл время, и это бы смотрелось. В это время какой-то бы другой герой, который бы набирал фарм, он бы становился сильнее. Он сейчас стал Чикина, можно зацепить, один здесь остался, Ставр добивал, Open Vance, экзорцизм, туда же просто набрасываются Сигрету на эту добычу. И они покорили его. Да, отлично, забрали килл. Вот он второй фраг на тип секрет. Ну, вышка все равно за их он, так что, ребята рады, может быть даже не одна мышка, а две и нападает на Артизи. В Артизи проблема. Тимир пошел, Никс работает, в Артизи проблема его забирают. В итоге размен один в один, и при этом, что немаловажно, выше падает. Там теряем атака пошла Энви, впивается перед Сайфоном в Ланемо, тот же Бульбу его подгрызает. Ланем неплохой удар на развороте, но дэмэдж вносит довольно мало. Подпадается помочь Финрир. Армлет, хорошо играет в Ланемо, Армлетом на развороте. Торрент, есть ТП, на Тир-2. Пупей начинает бить, и мана у него очень скоро закончится. Не переключил Армлет, Кунка ошибся. Пупей его просто убивает. Улетает Энви, здесь остается Пупей против Финрир, один на один, ПВП там тем временем. Шаду Демон у нас погиб. Ну и слушай, Коттл-то может красиво сыграл Финрир, он Пупей и отбросил, повесил на него мясо, теперь преследует его лучики на траволах, и скорее всего Пупей никуда не денется. Вслед за этим сдувает алюминатом, пила Тибера, красиво. Очень красиво ты играл Айс Айс Айс, вот с этого места как раз скидал чакрам и смог остановить движение Ничандреса. Ну что ж, 9-3, все же несмотря на активность Team Secret, которые пытаются делать скиллы, пытаются быть агрессивными, пытаются где-то навязать борьбу, и Хоум отвечает очень здорово. Моментальные ТПшки, сейчас у них и по лвлам полный порядок, у них и хорошие артефакты, и в целом драться можно. Особенно, конечно же, радует Айс Айс Айс. 5-0-1, Айс Айс демонстрирует, ну, просто высшаченный скилл на данной карте. 15 уже зарядок на пластмоне. Надо фармить, надо продолжать откачивать бульбу, отжирать Ортизи, конечно же, ну, просто эти герои еще смогут спасти как-то игру. Просто у Ортизи сейчас очень мало артефактов, только один Драгонлендс. Если до него добегают, а добегать здесь есть кому, сокращать дистанцию Тимберсо очень быстро, Икс, и, конечно же, Кунка с дистанцией инициирует, то обычно дроу рейнджи становятся очень больно. Ну и снова Эншен-то фармят, и в очередной раз с Эйхоума не обладает информацией. Подкопали Пупея, Пупея больно. По-хорошему надо кому-то форстаф просто собрать, чтобы можно было спасать после Торрента, потому что, ну, как бы, сейф есть, видишь Шадоу Демона, и он, конечно, ну, иногда работает хорошо, но не всегда получается, как мы видим Шадоу Демона, кого-то спасти, и вот форстафы могут решить вопрос. Пока занимают супер терп позицию. Стоят на горе. Надеваться некуда. В траках у них получается пока все очень плохо. Ну и вышку сносит Тимбер, в соло сверху. Никс Блинка пошел, Торрент не точно будет заходить сбоку. Есть Крест. Так вот наглую Кунка играет, уходит. Но боится, конечно же, западать Eleven. Тиммейты пока еще не подошли. Его по-хорошему такому Кунке наглому нужно дать Сари постараться забрать. Иначе он сейчас заберет все эти стаки. Приходит Тимберсоу. Вот так вот. Неоткуда фактически он появился. Подкоп подвоем от Eleven. Шикарно зашел сбоку. Артизи падает, подцепить не получилось. Тимберсоу тоже здесь. Залетает корабль минус Envy. Бульба пытается найти под рейджом. Высасывать у него огромное количество дэмэджа. Просто садится в инфест Сатира. Вылезает тут же. Бульбу подкапывают. Будут убивать. Минус 3, минус 4. Даблкила Тайсайсайса. Полный разгром от состава Ихома. Да, огромное преимущество. Ну, во-первых, огромное преимущество у Ихома. Сейчас 10 тысяч голода они уже лидируют. Довольно-таки много на 19-й минуте. Н咨ос. fahrус. Смотри, что делает. Eleven. Slow, HPп, подходит пупеи. Τиберсоу тоже но три ВЛАЗ прилетает. Как же исполняют здесь классные хоум. Фантастика. Просто нас ста хитпоинты фонд. Eleven не постеснялся лететь по Тир-3 и сделать проказ. Под ТПш ищуся Esses. 20 зарядов на полномере. Феноменальная игра, конечно, хома 2 карте. Они в первой были хорошие, просто nouveau. Мне вообще как-то хорошо на этом WorldCard. У нас уже как-то повелось то, что Wildcard это довольно-таки сильное испытание для многих коллективов. Что CDC в прошлом году, которые вышли, заняли второе место. Что Yohome, которые вот играют у нас в группе. Очень хороши. Ну, по крайней мере, сильны многих команд, которые получили инвайды. Безусловно. Сильнее. Eleven получает Silence, надал Karapassi уже, должен уходить. Тут же Torrent, Karapassi подставляется под весь прокаст, еще под коп, но есть Disruption. В этот раз, конечно, спасает. Приходит, но пока под Silence, дал Chakram, Timber Chain, перерезал Shadow Demon, и тут же смог уйти на High Crown. Есть Got Like. Купей пошел за Lanem, Lanem бежит, очень скоро у него появится крест, можно кого-то посадить. As-Sais тут летает, показывает Vision, но он здесь один. Проблемы сайса могут возникнуть сейчас, может, стоит просуицидиться от Blackstone, As-Sais, да, суицидит себя. Моментально он появляется, и тут же будет идти на трамвелах, возвращаться и помогать своей команде. Здесь Karapassi LT11 выигрывает время. Там, тем временем, сверху еще находится Kung, который развешивает торренты и пытается жить через крест, через армлет. Ну, вообще, дракить никакой, скорее всего, не будет, потому что Хоуматы распределились по карте. Ну, пока работают по вышкам. Работают по вышкам, но Razor, по-моему, нет, Razor улетел на Razor. Ой, это Envy может встретить. Его сейчас вернут, сейчас вернут Razor. Как же больно пробивает Old Eleven Envy из проказ на в таверну. Envy не ушел. Ну, я Пупея, я понимаю в этой игре, у Пупея на все столы, после того, что в этой игре происходило. Время проводить воспитательные работы. Не, я просто отстрою на спрос. Возможно даже, возможно даже, возможно даже ремнем. Честно. Артефакты покажу. Ну, Envy очевидно игра не сдалась здесь. Я уж не знаю, как так, но 0.52, столько отдач. Денег заработал очень мало. Там имел, по-моему, третийный твор снизу, если не ошибаюсь. Да, непростая игра сложилась. В общем-то, секреты здесь проиграли в частоте. Ну, и Yehome, команда, которая появилась с Wildcard, играет довольно-таки интересно. Постоянно какие-то инновации, котлы, кунки и прочие персонажи. Широченный пул героев. Играют очень гибко тоже. Ассоциация у нас уже в ходе.